Будьте здоровы, но... А, в этом смысле? С этого и надо было начинать. Как вы относитесь к применению просрочки в медицине? Я вообще никак не отношусь к применению просрочки в медицине. Вообще никак не отношусь к применению просрочки в медицине. А вы заведующий контрольным качеством, да? Да. Просроченный медицинский материал, которым оперировали как минимум 202 пациента. Вы слышали об этом? Я не знаю. Он нас всячески пытался убеждать, что он вообще мимо проходил, пытался юморить. Ну, каким-то образом мы типа на него напали, заманили, усадили и начали его растерзывать прям, растерзывать прям, растерзывать прям. Понимаешь, такое к члене складывается? Типа он не при дела. Да, вообще не при дела. Я так понял, все 20 лет. Оказывается. Как вас зовут? Не скажу. Секрет. А секретарь будет завтра утром. Горались на месте? Нет. Я же вам сказала, его нет. Он здесь, здесь дома сбежал. Да вы что? Я тут час уже сижу, никого не было. Там нет никакого. Ну, честно. Я? Я глянусь на паркбилете. Ну, кричите. Дмитрий Александрович, будьте добры, выйдите, пожалуйста, к народу. Я очень боюсь. Мужчин. Это что такое? Выходим, заходим. Главврач должен сидеть вот здесь вот, вот на этом кресле и принимать народ. А я-то при чем здесь? Ну да, ты попал, у тебя на... За вас читаю ваш бейджик. Вы же отказываетесь представляться. Вы меня поймали зачем-то, да, и что-то от меня сейчас хотите? Да что ворвали, что и не били. Конечно. Так он так и сказал. Вы не похожи на людей? Вы же не подбираете. А я подбираю. Я не видел здесь много людей. За все годы сколько работаю, да, ну, кроме сотрудников. А я не знаю, что... А если не знаете, зачем говорите? Я предполагаю. Вы не говорили предполагаю. Вы нас говорили, что мы на вас напали. Да. Каким образом? Вы стесняетесь? Воруду был подстриг. А сейчас я стесняю. Вы ее не знаете? Губанов? Нет. Я даже не знаю, есть она или нет. Просрочен. Вы не можете не знать, что у вас такие вещи происходят. Я знать не знаю, что за 20 лет было. На людях не используется. Нет. Ни в коем случае. Проверка срока медицинского шоуного материала входит в ваши обязанности? Подождите, вам же объяснили, что... Вы отвечаете за Станислава Леонидовича? Я тут также присутствую и слушаю. Когда я вас полечу, вот тогда вы сможете меня оценить. Правда, она, уважаемая, у каждого своя. Вот вы у вас... А народ рассудит. У вас какая-то своя. Народ рассудит. Причем здесь самоубийцы вообще? Вы еще скажете, что я тут виноват. Прогул. Вот могу вас поздравить. У вашего руководителя очень хорошая реакция. А как он вышел-то? Через окно? Окна свободные открываются. Ну да. Он здесь выходит? Вы его видели? И мы его не видели. Да здесь он, здесь в здании. Ну вот еще один бигляд. 19 апреля, город Сургут. Время 14.00. Здравствуйте. Не подскажете главврачу, как пройти? Туда. Конкретный зал. Есть кто-нибудь? Да. Здравствуйте. Мы главврачу. У нас 7? 7. А у нас тут вы записывались? Мы в часы приема. Ну и когда прям, мы 3, наверное, письма администрация. Благодарствую. Она меня узнала. Вот мы когда заходили, вы не видели глаза этой вахтерши. Она тут видите, такая, смотрим. Ай, сейчас они ему... Ну я такой, благодарствую. Она такая вот. Не, она еще так. Туда, туда, туда. Она такая, ааа, сейчас за нее она. Больших плохих. Ну, оттуда заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Горесь на месте? Нет. А почему не на месте? Все же приемные часы уехали. С 2 до 15. Он на священие уехал. А почему он уехал? Потому что он на священие приемный час. Подождите, а я с ним разговаривала, а здесь мы назад. Так. Он тоже право давали врываться. А что вы мне руки? А кто врывается? Вы врывайтесь. Руки мы не врываете, пожалуйста. Я же вам сказала, его нет. А как там приемные часы, почему нет врача-то? Ну, на священие вызвали человека, уехал. Позвоните ему, скажите, что его ждет народ. Я не буду звонить его. Звоните. Подождите, 10 минут назад он здесь, он здесь сбежал. А вы что? Я тут час уже сижу, никого не было, я был. Зайдем, мы еще раз позвоним. У меня есть врач. Позвоните. А кто ему звонил? Я звоню. А зачем ты ему звонил? У меня забрали документы по поводу. Ага, отлично. Там нет никого. Ну, честно, я хеленусь на партбилете. Как еще раз? Покажите мужчине одному, покажите. Мы не верим вам. Я просто хочу голосом спросить, есть кто живет? Я же не собираюсь заходить. Вы с чего взяли, что я собираюсь заходить? Ну, мало ли, вы там Богу подчините. Сейчас верить никому нельзя. Какую? Вы зачем опасные слова произносите? Ну, мало ли. Вы с чего взяли, что тут это какие-то? Ну, мало ли. В смысле, мало ли. У вас жнал будет написано. Вы за словами... А вдруг вы сейчас там что-нибудь кинете? Вы за словами-то следите, пожалуйста. Как вас зовут? Не скажу. Секрет. Слово на букву «Б» говорите, а имя забыли. Марина Владелиновна. Почаще нараспех. Ну, кричите, кричите. А фамилия? Классен. Ваша? Классен. От слова «класс». Ваша фамилия «классен». Моя фамилия «классен». Благодарствую. А ваша? Секундочку. Дмитрий Александрович, будьте добры. Выйдите, пожалуйста, к народу. В чужасы, кусь. Раз не выходит, значит, нет. Ждем? Приемная. Ау! Что? Подойдет? Сейчас я не могу разговаривать? Да нет, нет. Напиши ему. Народ ждет вас. Пошлите главу. В часы приема. Она закрыта. У меня вот есть документ, по которому я к нему пришла. Сказала, что сейчас лично зайдем. Я бы хотела, чтобы он был здесь. Друзья. Нет, там что-то времени было. Кто там? Друзья. Так, как вас назвать? Народит, пущи до города Солмута. Давайте кто-то один останется, а остальные выйдете. Или как? Я просто работаю, мне это создаете эффект цепь, понимаете? Ну, кто-то останется, если дать все там хотите. Вы траурите или что? А, просили вас освободить. В смысле? Вы просили нас освободить помещение? Нет. Что-то выйдите, а то у вас будет очень много. Ну, работайте, мы же не мешаем. Мы здесь подождем. Да, почти. В мире, Александр. Да, вы пока поработаете. Давайте, он работает. Вот, скинул вот я. Пожалуйста, зафон. Вот мы зашли. Здесь, я вам сказала, заходите. Да, он не выходил с улицы. Я на улице разговаривала. Я не могу, да? Вижу, чтобы деньги... Вон, где? Это что-то его подождите. Вызвонила, я вам сколько сейчас? Да не, не надо, я вижу. Ну, давайте будем ждать, я все равно ничего не могу сделать. У вас есть его телефон, позвоните. У меня нет его телефона по той причине, что секретаря тоже нет. Отбравьте смс-ку, поясните, что это его же интересно. А секретарь будет завтра утром. Не надо, он только что у меня просил. Нет, давайте подождем, может, он подойдет. А на какое встречание он поехал? Может, отправьте ему смс-ку, что у вас приемные? Я так скажу. Чтобы вы пришли, не закрыты двери. Поэтому давайте подождем, чтобы он действительно подойдет. Я сама не знаю часа. То есть, 19 апреля, часы приема 2 часа в 15 минут. Отсутствие на рабочем месте. Отсутствие на рабочем месте. То есть, его рабочее место, это время приема ТИУ. Ну, то есть, у него уже есть распорядок. Я считаю, что он священный. Поэтому я вам говорю, что он здесь позади. Вы можете связаться с ним? Мы сейчас 2 часа подождем, составим Акс, что он нас устает на рабочем месте. Больше слышно. Я же ничего не могу. И будем опозлять. Я не забудите его. На полном серьезе говорю. Я верю. Так что в ваших интересах это сообщите ему. Ну, я в час пришла в квартиру и позвонила. Да получается, только человек звонил и говорит. Ты на городской звонила номер? Я с 12 до часа. На городской звонила? С 12 до часа. В час я пришла сюда и поедала. Можно позвонить. Не могу вставлять. Номер его. Давай, позвоним. Нужно электронную почту, его номер прислали, чтобы я лично. Ну, а может быть, улыбка. Ну-ка, позвони ему на сотню. Здесь 07, да? Как ты не берешь? Ну, наверное, он говорит, через волосы маску сейчас я не буду разбивать. Поставьте мой смс. А куда вы даете голову твою? А? На совещание. Куда? Мне не доложили, куда? На совещание. Приемные часы. Что-то странное. На совещание. А секретарь должна узнать, куда? Секретарь есть. А у нас какая должность? Секретарь машинистка. Секретарь машинистка должна знать, куда поехал. Нет, у меня нет. Главное. Вы просили посидеть. В том числе, когда я с ним разговаривал, он мне сначала сказал, что вы можете подойти к секретарю, если бы тут не было бы секретаря, как вы говорите, он бы на секретаря не съезжал. На что я ему сказала, что у меня интересует лично вот это все. Он сказал, хорошо, приходите. Я говорю, сейчас я буду. Нет, ну я честно говоря, я даже не в курсе. Мне просто посидеть. Ты верю? Нет, знаете, мое место в... В случайности? Мое место в бухгалтерии, знаете, как 100 кг. Нет, в сожалению. Я не хозяин этого кабинета. Что-то мы делаем в розы, проезжай, как съедет. А, куда он съедет? Это мне уже в Минздрав туда написали. Так, буквой телефон свободный. Найдите телефонный главврача. Это ЛКБ. СКПБ. Главврач. Телефон. Нашел. 52-37-00. Ты звонила? Нет, я на сотовый. Позвони вот этот городской. Алло. Жалоба стоят. Мы подошли по поводу Журавлева. Вы подойдете, да? Ага, сейчас. Ну, сейчас он занеститель подойдет. Давайте зам. Надеемся, он более смелый человек. Ну, да, возможно, он более-более знает. А как зовут? Зам, как зовут? Зам, как зовут? Это Екатерина Владимировна сейчас. Фамилия. Владимир Владимировна. Отлично. А пока учитель... Не, можно дыграть. А контроль качественной медицейской помощи. Отлично. Как раз наша тема. Конечно, да. Вы в курсе, да? В смысле? Вот так написано. Интернет не смотрите? Нет, что вы. Про просрочную не слышно? Первый раз слышите? Первый раз. А телевизор будет? Первый раз. Слушайте, ну все равно надо туда, в департамент. Ага, ну хорошо. Сейчас позвоним. Кто у вас главный? Я проведу вас. У нас всех главный. Пойдемте, пойдемте. Куда? Екатерин Владимировна. Да, мы пошли. Вам сказали, пойдемте, вы пошли. Куда? Екатерин Владимировна. Номерка меня. Угу. Вместе? Вместе на эфире. На втором этаже? На втором этаже, да. Она нас ждет? Да. Все? Нет. А сюда она не может? Пускай она сюда придет. Пускай она сюда придет. Кабинет свободный. Есть конференциал. Кто-нибудь остается здесь. Мы здесь ее ждем. Будьте добры, пригласите, пожалуйста. За кабинетом. За кабинетом. В смысле за кабинетом? Вы позkom hacаете, что мы что-то украдем? А как же здесь? Ну давайте в коридоре подождем. Я говорю, в коридоре подождите, а модель подождите. Пойдемте в коридор. Коридоре. Пойдем, пойдем, пойдем. Нет, 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 сходите, пожалуйста, пригласите. Сходите, пожалуйста, пригласите. Мы вас здесь ждем. Это надо, чтобы увидели, как народ гоняет туда-сюда. Коридор, поминет. Сходите, пожалуйста, мы вас ждем. Будьте добры, споните свои должности небеса. Конечно. Так из-за того, что вещи это, она опасается, что вещи какие-то продают. Нам нужно. Нам главврач нужно. Мы сейчас пообщаемся с этим. Да, мы сейчас с этим. Она пошла за замом. Я буду по вопросу. Да, мы за ней бегать не будем, пускай приглашает сюда. Мы пришли сюда, чтобы не получилось, чтобы мы пошли к заму. Не надо, непрерывно. Все непрерывно. Я не хочу, чтобы получилось, чтобы мы пошли туда. А здесь Горазь пришел, провел прием, зафиксировал, что он был на рабочем месте и ушел. А мы не уходим, мы здесь. Нет. Нет, ну, с этого я не ходил, это я не сказал. Я, ну, надо позвонить, и приглашать его сама. У меня телефон. Не идти. Что у вас власти, вы думаете, что у нас еще ввинят в чем-то, что у нас что-то пропало. Нет, 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 он прав. Надо было остаться на месте. Смотрите. Да дайте пояснить, е-мое. Я все понял, я прекрасно понял, уже прочитал все наперед. Мгновенно. Все правильно он говорит. Надо было остаться и сказать, чтобы она по телефону позвонила. Она же только что не созвонила. Сюда приходит. Ждем вас здесь, все, она придет сюда. Это раз. Но раз она решила нас погонять туда-сюда, я хочу это показать всем. Смотрите, народ пришел, они нас гоняют. То в коридор, то в помещение. То на второй этаж, то сюда. Это что такое? Это слуги народа. Выходим, заходим. Выходим, заходим. Что, к вам народ не ходит вообще? Только пациенты? Я очень боюсь, это слово. Кому вы боитесь? Мужчин. Мужчин боитесь? Да, я же учу. Мы никакие. Как вы работаете у зла врача и боитесь мужчин? Из-за него, что ли? Свет, присядь, пожалуйста. То есть вы предлагаете главврачом сделать женщину? Нет, я ничего не знаю. Она снова подойдет. Вам же спокойнее будет работать? Я же здесь не работаю, понимаю, рабочие места. А, вы вообще здесь случайно? Да, я вообще. Оказается тоже случайно, нет? Не знаю. Не знаю. Не знаю. А на сегодня он сейчас записан, кто-то на тренинг. Кто-то испугался. Девушка, а вы не заместитель главврача? Да. Да? Так пойдемте, что вы стесняетесь? Куда? Заглянули и ушли. Так мы вас ждем. А вы? А кого? Так вы же сами сказали, заместитель главврача. Да, мы заместитель. А, ну пойдемте, с вами прообщаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Количество людей? Курки, молодец. Ну, в российского народа вообще много. 148 миллионов примерно. Ну, это еще мало. Куда притягиваете? Может, кабинет пройдем? Там большое помещение. Общаться. У вас конференц-зал есть в этом корпусе. Или здесь? Я не знаю. Но главное, раньше. Пойдемте. За честность. Может, да что? За честность. Здравствуйте. Я бы хотел, если пообщаться вы хотите, давайте пообщаемся, обликнули. Мы не предупредили, взяли, просто вырвались. У меня обязаны предупреждать, и мы не врывались. Мы не врывались. Мы не врывались. Мы пришли. Не надо наговаривать. Нет, я не думаю, что это правильно. Что правильно? Наговаривать? Да. Согласен с вами, что это неправильно. Ну, не надо. Вас как зовут? Вы даже не представились. Вы говорите, не врывались, но вы даже не представились. Я не знаю, кто вы. Совершенно верно. Мы не врывались. Община города Сургута, народный контроль. Все народные общины города Сургута. Народный контроль. Конечно, мы вас снимаем. Как же, мы имеем это полное право, девушка. Согласие. Какого согласия? Согласие согласие. Вы должностой лицу? Согласие должностного лица не требуется. Вы же на работе находитесь. Представьтесь, пожалуйста. Вы, ну, я ничего не понимаю пока, что происходит. Вы представьтесь, пожалуйста, для начала. Не надо мне 10 раз повторять, я прекрасного слышу. И вот мы сейчас что будем, мы говорим, как стоп-хам, что ли? Нет, конечно. Ну, тогда давайте поговорим. На понятном языке. Станислав Леонидович Афанасьев. Я еще Афанасьев. Я, да. За вас читаю, ваш бейджик. Заведующий отделом контроля качества. Это очень хорошо. Благодарство. Вы, это вы, кто, я так не понял. Подожди. Лагунова Екатерина Владимировна, специалист чего? Отделом контроля качества. Благодарство. Я фиксирую все для себя. Вы же отказываетесь представляться. Я не отказываюсь. Ну, как не отказываюсь? Я не слышу, кто вы. Вот вы пришли, аж мне ворвались. А мы тоже не услышали, кто вы. Так вы же ко мне пришли, не я к вам. Вы нас принимаете, не мы же вас. Какая разница? Я вас еще не принимаю. Я вынужден сидеть, перед вами. Смотрите, во-первых, вы просили, спросили, кто мы. Вот, смотрите. Вот, Антон Николаевич. Булгак, заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион. Так. Ну, чем опять? Журналист. Плюс председатель комитета народного общественного контроля международной общественной организации «Солидарность». Вы встречайте тоже как-то. Вы ходите, мне очень неуютно. Ну, кабинет не мой, да. Вы трогаете все, ходите. Вот, ну, как-то у меня такое ощущение, что вы меня поймали зачем-то, да, и что-то от меня сейчас хотите. Мы вас не ловили, вы сами пришли. А я нормальный доктор, нормальный человек, да, как бы и настроен на работу, пришел работать, людям помогать. А вы вот так вот со мной ведете, как с преступником, я не понимаю. Я, что вам плохое-то сделал? Вы мне уже тогда скажите, да, изначально. Что вы тут собираетесь делать? Вы нападать будете сейчас, драться, я не знаю. А то, ну, мне как-то... Вы людей боитесь, кто на вас нападает? Вы пришли пообщаться. Нет, так вы не похожи на людей. Давайте раздеваться, ребята. Вы как-то скандируете, трогаете, все, включаете. Чего, чего, стоп, 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 народ. Вы накопитаете обновку, какую-то нервную. Я, если хочу общаться, давайте общаться тогда. Зачем вы меня нервируете-то? Что мы скандируем? Ну, вот вы вот как будто выступаете, говорите. Как будто или на самом деле? А я не знаю, что вы говорите. А если не знаете, зачем говорите? Я предполагаю. Вы не говорили предполагаю. Вы не говорили слово «наверное». Я говорю «как будто». Вот сейчас вы что-то сказали. А до этого вы как будто не говорили. Я помню, что я говорил. Серьезно? Я говорю, вы как будто выступаете. Так что мы скандировали-то? Как будто. Вы уже забыли, что ли? Нет. Вы что-то скандируете, как будто. Я уже не понимаю, о чем идет речь. Уважаемый. Вот. Отлично. То есть, у меня возникает ощущение, что вы с какими-то нехорошими намерениями... Серьезно? Вы пришли с вас с вами поговорить. Так говорите. Так вы не даете... Вы нас начинаете обвинять в каких-то преступлениях, скандалах или еще в чем-то? Нет. Я предполагаю, что вы нагнетаете нервную обстановку. Вы не нервничаете? Я спрашиваю. Вы нервничаете? А зачем вы трогаете все в кабинете? Я ничего не трогаю. Вы нервничаете? Нет. Вот ваш товарищ ходит без спроса. Свет включил. Человек включил свет. Это трогает что-то по-вашему? Он что, мог украсть этот свет или что? Выключатель украсть или что? Я не знаю, мог ли он украсть. Я знаю, что это неприлично. Неприлично включать свет? Ходить, трогать здесь все подряд. Свет включать. Кто включил свет? Ты? Что-то еще трогал? Нет. Он единственное, что тронул, это выключатель света. Вы расселись. Я всех вас не вижу. Я понимаю, что вы что-то делаете. Телефоны на меня науте. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. А кто вас снимает? Вы. Вы на рабочем месте? Да, я тут не телезвезда. Я не хочу, чтобы я снимал. Отлично. Вы при исполнении должностных обязанностей? Вы скажите мне сначала, что мы делаем. Может, вы нападаете? Я еще раз повторяю. Я не понимаю, что вы делаете. Вам? Стоп, стоп, стоп. Как нападаете? Что вы от меня хотите, то вы объясните, ради бога. Вы вообще не излагаете. Вот вы со мной тоже повторяете. Серьезно, несерьезно. Станислав. То, что вы говорили, я вообще логики не вижу. Станислав, вы перестаньте использовать опасные слова. И все будет нормально. Это какие опасные слова? Ну, там лозунги вот эти, нападаете. Вы почему постоянно предполагаете, что мы хотим делать что-то плохое? Вот смотрите. Потому что вы пришли. Включили свет. Включили свет. Представились. Значит, вы не представились. Как вы не представились? Я когда зашел... Вы вот это видите? Вот перед вами. Я вот зашел и спрашиваю, что вы. Вас так много. Почему? Зачем вы? Ну, сейчас представились. Сейчас свет включили. Вы нас видите. Мы свет включили специально, чтобы вы нас лучше видели. Можете себя просто прилично вести. Мы прилично себя ведем. Мы вас ни в чем не обменяли. Мы в вас слова не говорили. Не оказывается, не оказывая психологического давления. Вы можете? Можем. Тогда и мы вас просим использовать правильные слова и общаться культурно в рамках этических рамок. Вы что-то предъявите хотите? Я мне культурно что-то сказал. Давайте уже перейдем культурно. Давайте. Женщину можно продолжить. Подождите. Вы нам скажите, пожалуйста... Кто тут главный? Все главные. От меня что вы хотите? Узнать, когда будет горасть Дмитрий Александрович. Главврач. Во время приемных часов. Еще что ли? Вы напали все? А кто на вас нападал? Вас никто не трогал даже. Вы? Я испытываю от вас психологическое давление. Вы не стрессоустойчив? Проблема. Вы не стрессоустойчив? А это не ваше дело. Ну как не наше? Вы нас говорите, что мы на вас напали. Да. Каким образом? Я же говорю, что вы говорите, логики никакой. Как минимум камеры. Вы направили камеры, говорите что-то непонятное сейчас, нестроенное, нескладное. Пока вы шли в коридор. Говорите, как будто скандируете. Не, не, не. Я не могу понять, что все происходит. Как будто или скандирую? Как будто или скандирую? Скандируете, как будто. Благодарство. Вы пока шли сюда, по пути было как минимум 10 видеокамер. Вы стресс не ощущали? Нет. Отлично. А сейчас вы не знакомые люди. А там вообще, а там тоже незнакомые люди подсеркнуты. Это привычная отстановка, камера там снимают коридор. Отлично. Они не считают. Вы стесняетесь? Да. Благодарство за честный ответ. Вы тоже стесняетесь? Конечно. Благодарство. По делу будем говорить? А? По делу будем говорить? Ну если вы собираетесь. Давайте. У нас, как у жителей города Сругут, как у правсоюза, Кстати, вот, ознакомьтесь, пожалуйста, заявление от Губановой Олеси Леонидовны о вступлении в Россоюз, солидарность, международный и независимый Россоюз. Я на основании этого заявления имею право представлять ее интересы без доверенности. Так, у меня к вам... Я понимаю, как это при чем тут я? Ну как при чем? Вы заместитель главного врача? Нет. Нет? А нам обещали заместитель главного врача? Я заведующий отделом контроля качества медицинской помощи. А, ну тогда мы просто можем пообщаться. А? Ну тогда мы можем просто пообщаться. А это что значит? Ну просто поговорить. Подождите. Мы обратились к секретарю... А, если вы тогда перестанете давление на меня... Какое давление? Мы обратились к секретарю... Уважаемая... Ну я тоже вас не знаю. Не знаю даже для чего вы снимаете все это. Для чего вы все вот это делаете. Я не понимаю. Мы вам сказали народный контроль. Что значит за куб? Пуганый. Народный контроль. Хотим задать свои вопросы. Какие проблемы? Выслушайте, пожалуйста. Главный врач ваш сбежал. Ради бога, выслушаю. Проблем-то нет. Губанова какая-то... Это кто вообще? Вы ее не знаете? Губанова? Нет. Не, не слышали? Слушайте, вот давайте уже начнем. Я не на допросе. Я не на следствии. Я в праве отвечать или не отвечать. Совершенно верно. Какая Губанова? Совершенно верно. И что надо-то от меня по делу? Вопросы хотим позадавать? Вы кого-то представляете. Какую-то Губанову. То есть если вам... Если по лечению чего-то надо, кого-то пациентку, то давайте поговорим. Это же больница. Вы пришли-то куда? Ну хоть видите? Конечно, я видел. Мы уже все увидели. Мы сразу все увидели. Вы попросили секретаря пригласить там в зала. Да. Я не знаю, зачем вас пригласить. Зал вам пригласили. Так это же не значит, что вы можете сидеть и глумиться вот тут. А кто глумит? А что вы сейчас делаете? Будьте добры. Мы с вами разговариваем просто. Выражения подбирайте. А я подбираю. В чем глумление заключается? В чем глумление? Я же говорю еще раз. Вы наставили на меня зачем-то камеры. И что? А для чего? Да, я стесняюсь, я вам сказал. В коридоре над вами тоже глумлятся? Там 10 камер. Я повторяю еще раз. Эти камеры снимают коридор. А вы сейчас снимаете меня. Ну вы в коридоре проходите или телепортируетесь мимо коридора? Камеры снимают коридор. Это работа наша здесь. И здесь работа. Для безопасности. А вы снимаете меня. Для безопасности нас снимаете? Мы не вас снимаем. Мы ведем. Я смотрю. Здесь вот, ну, как мне кажется, тут четко все на меня. Вы на меня смотрите, вот тут, ну, разговариваете. Громко в мою сторону. Для чего? Так и вы также громко разговариваете. Мы же вас тоже не просто так попросили представиться. Вот если вы не зам главного врача, то мы вот ждали зама главного врача. А вы не прекратили ничего. Уважаемый. От того времени, как вот вы узнали, что я за учение, вы ничего не прекратили. Да ничего вы не прекратили. Вы продолжаете снимать, продолжаете вот так вести себя. Там, потому что потом были сведения, что на вас давление нет. Ведется видео и аудиопротоколирование. Никто вас не снимает. Подождите, я не нахожусь, ну, в позиции обвиняемого. Я не нахожусь в дне следствия. Так а в чем вы так понимаете? Давайте мы тогда будем себя вести на равных, уважаемые. Давайте на равных. Будем общаться. Тогда прекратите, вот, успокойтесь, сядьте, перестаньте, так сказать, громко в мою сторону разговаривать. Кто-то стоит, кто-то руками машет. И уберите вот эти приборы сенсации, которые я не хочу, чтобы вы на меня направлены. Потому что я вас не знаю. Так вы находитесь на рабочем месте, мы имеем полное право вас снимать. Да ну нет, не имеете права вы меня снимать. Вы нам запрещаете? Да. Будьте добры, вон бумага напишите по письменному виде, чтобы мы смогли обжавать. Я вам устно запрещаю. Устно запрещаете? На основании чего? Хорошо. Этого достаточно. На основании чего? Сошлись на норму права? Ну, я хочу сразу сказать, что в ваших действиях усматриваются признаки административного и уголовного, административного правонарушения, уголовного преступления. Это самоупросто. Еще раз. В моих действиях что усматриваете? Я усматриваю признаки административного правонарушения и признаки уголовного преступления. Это самоупросто. То есть, вы поэтому сюда пришли? Нет. Нет. Никому. Имея на конкретные действия, что вы запрещаете нам вести видеопротокол. Меня лично снимать? Нет, не вас лично снимать. А вы лично меня. Вы должностой лицо здесь. Вы здесь не лично присутствуете. На вас одета форма, выделенная государством, бюджетным учреждением. И за счет наших налогов. Вы здесь сидите, потому что мы вас наняли. За счет наших налогов. За счет ваших налогов. Да. Да. Вы должны нам. Вы должностное лицо. От слова долг. Мы платим налоги, вы нам должны. Отсюда должностное лицо. Понятие. Понимаете? Власть в кому принадлежит? Народу. Правильно? Источником власти является народ. Почему из народа выключили? Я не понял. А потому что вы при исполнении должностных обязанностей. Вы просто должны ждать же. Я вас не боюсь. Мне не нравится вот эта ситуация. Я бы с удовольствием сейчас поговорил. Вы при исполнении должностных обязанностей. С удовольствием вашим, скотин-то. Вы все близко. А разговаривать сейчас в разные стороны, как бы на митинг, мы не договаривались с вами. Понимаете? Ну, а что это? Ну, пока с вами вот разговаривает один человек. Вы собрались в большом количестве. Вы никого не поставили в известность. Я не знаю. Может, вы вообще санкционированы ваше вот это собрание? Мы не ошиблись. Помните, может, у вас тоже есть признаки уголовного преступления. Я не знаю, но вот спрашиваю. Нету? Вы знаток? Я смотрю. Станислав Ленинович. Вы не усматриваете? А? Вы не усматриваете? А я не знаю. Я поинтересуюсь, я почитаю. Я же не занимаюсь проведением. Я занимаюсь лечением. Ну, я вам сообщаю, что никаких... Мы могли по лечению поговорить, может быть. Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Я вам сообщаю, извещаю вас. Я в этом и сомневаюсь. Вы не даете мне договорить, Станислав? Не даете договорить? Вы меня спросили? Станислав Ленинович для вас. Мы с вами не имеем никаких лишних взаимоотношений. Я просто не успел прочитать, что там у вас написано. Вы закрыли бельжик, я не могу прочитать. громко прочитали себе на телефон. Откройте, пожалуйста. Вы уже прочитали. Станислав Леонидович? Я не буду делать то, что вы будете говорить сейчас. Понимаете, вы будете повелевать, я буду делать. Я переспрашиваю вас. Станислав Леонидович? Я вам сказал. Уже неоднократно. Хорошо. Я буду без имени отчества к вам обращаться. Вот вы меня спросили. У меня доктор тогда. А вы доктор? А я доктор. А полномочия можете свой подтвердить? А вдруг нет? Так что? Ну да. Вот я сказал, что я журналист. Вот, пожалуйста, полномочия. Ну, по идее, должно быть. Приказ о наслаждении. Ну, дело производства говорит. Закон говорит. Какой? 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 Ну, какой закон Российской Федерации? Какой? Давайте ближе к делу. Вы постоянно о теме нашего визита. Подождите. Вы только что мне много рассказывали о том, что вы законы знаете. Да? Я что-то сижу и верю. А вот сейчас... Нет, это вы сказали. Предположили. Говорите, что вы закон знаете. Вот и какой закон Российской Федерации регламентирует наличие у меня вот такого вот удостоверения? Ну, бэджик же у вас висит. Бэджик у меня регламентирован внутренним приказом нашего учреждения. И там сказано, что должен быть бэджик без фото? Бэджик регламентирован. В регламенте что сказано? Просто имя, отчество, фамилия без фото? Да. Странный бэджик. А вдруг вы чужой бэджик перепутаете? А вы об этом хотите поговорить? О чем? Вы же не даете все время. Как говорится, меняйте тему разговора. Это для того, чтобы вас идентифицировать. Вот это, да. А вы можете пригласить сотрудников? Вот Богдановская... Будаговская Наталья Федоровна, председатель профсоюза вашего? Станислав Леонидович. Пока не пойму, что здесь происходит, я... Давайте определим. Мы бы хотели общаться по поводу просрочки в травматологии. Просроченный медицинский материал, которым оперировали как минимум 202 пациента. Данный факт доказан у МВД. Если доказан, пусть люди занимаются тогда. Вы слышали об этом? Я нет. То есть, вы вообще не в курсе? Я должен был из каких источников слышать? Сколько? Я не знаю. Ну, по телевидению говорили бы это много раз. К вам несколько раз приходила прокурорская проверка. С теми они приезжали. Комиссия работала. Да, да пока еще. Но вот они обнаружили просрочку, которая применялась... Там прямо так и написано. Я еще не читал. Вы читали? Хотите прочитать? Я должен куда-нибудь... Я могу вас сейчас уведомить. В принципе, это уже... Как это? Тут ничего секретного нет. Я не вижу, кто об этом говорит. Я думаю, вы пришли в контроле качества. Вот верхний абзац. Можете почитать. Это постановление у МВД об отказе возбуждения уголовного дела. И тут сказано, что в одной из программ, по скриншотам, было установлено у вас здесь, в травматологии. Почему это постановление возбуждения? Ну, это вопрос к полицейскому. Я так понял, уже постановление отменил прокурор на следующий день, после того, как мы к нему сходили 4 дня назад. Но тут сказано, что как минимум... Если будет возбуждено уголовное дело. Что, если будет? Будет. Вы говорите, прокурор отменил. То есть, будет возбуждено. А мы думаем, что будет. Пускай и хорошо. Мы наступили. Я никто не против. Я так взял. Так вот, я вам говорю, что вот эти строки говорят о том, что как минимум 202 пациентам были бы... Я вам говорю, что вот я за то, чтобы люди с соответствующими полномочиями, соответствующей компетенцией разобрались бы в том, в чем нужно. И если обвинения какие-то существуют, то вынесли бы их. Понимаете? А ваше, как вы говорите, личное мнение можно узнать по этому поводу? Допустимо ли применение просрочки к 202 пациентам? Мое личное мнение... Как врач. Я бы, может быть, мог бы вам высказать, если бы захотел, в какой-то приватной беседе, вот в таком вот, после вот такого давления, я вообще не уверен, что я скажу правильно то, что думаю. Знаете, потому что, ну да, я психологически несколько сконфужен. Потому что атаки такие на меня не часто происходят. Вообще, в принципе. Даже не то, что не часто, а я бы сказал, что в первый раз. Я, честно скажу, вам возмущен. Вы противоречите сами себе. Вы говорите, что мы при исполнении, и при этом спрашиваете о каком-то личном мнении. Так я же сослался на его слова. Как вы говорите. Не говорите на мнении? То есть вы начинаете что-то выкручивать. Да почему выкручивать? Как есть, так и говорю. Вы сами сказали, что вы лично запрещаете себя. Вам неприятно, что вас лично снимают. Вот я и повторяю ваши слова. Вы говорите лично. Мне категорически неприятно. Мне тоже неприятно, когда должностное лицо при исполнении должностных обязанностей говорит о своем личном мнении. А вы о нем спрашиваете. Вы ничего личного мнения. Я не спрашивал. Я ответы не получаете. Я говорю по поводу видеопротоколирования. До этого был разговор. Вы выразили свое личное мнение, что вы против и запрещаете. Да. Меня лично снимают. Ну вот. Снимайте себя. Так вот, ключевое слово лично. Вы можете снимать себя. Вы запрещаете самого себя, как человека, снимать на видео? Или как должностное лицо? Если бы вы меня раньше уведомили, да, я бы, возможно, ну как-то, я не знаю, городу бы постриг. А сейчас я стесняюсь. Более, что вы без маски, он все. Я и так не люблю. Ну, так правильно. Правильно. Потому, что я это соблюдаю. А вы нет. Никто. Даже не собираетесь. Может дорожать 50. Массажный режим, что ли? А? Массажный режим, что ли? А кто-то его оценил. А кто-то его поставил. Здесь медицинское учреждение. Знаете, ковид еще не кончился. Я вас не знаю. Вы могли бы уведомить. Вы могли бы сказать, что вы придете. Народный контроль не обязан никого уведомлять. Ну, конечно. Вы должны врываться. Мы не врывались. Мы вас пригласили. Мы вас пригласили. Стоп, Альберт. Какой народный контроль? Какое предупреждение? Сейчас сколько времени? Можете сказать? Я вам говорю. Сейчас 14.47. Почти половина времени прошло. То есть, с 14.00 до 16.00. Главврач должен сидеть вот здесь, вот на этом кресле. И принимать народ. По общим вопросам. Мы сейчас что? На кого-то напали? На кабинет напали? Мы пришли в часы приема. Мы не обязаны предупреждать и записываться. Еще что-то делать. В то окно, которое и так выделено. Согласны? Не исключаю это. Ну, вот. И что? Вопрос решен? Нет. Нет? А я-то при чем здесь? Ну, мы... Подождите. Мы не ожидали вас увидеть. Мы хотели увидеть... На вас никто не нападал? Вы сами пришли? Нет. Это раз. Я же говорю, что мне... Да, я пришел. Вот я пришел по своим нуждам. Увидел людей. Говорю, сколько вас много. То есть, я... Слушайте, шел. Нормально было настроено. По-человечески. И вдруг я вижу такую атаку. Ну, с камерами там. Еще с чем-то. Я понимаю, если бы я был телезвезда. Или еще кто-то. Хорошо. Великий хирург. Станислав. Станислав Леонидович. У нас вопросы к главврачу. Вот мы его ждем. По сути. Ну, а вот вы только что... Ну, вот меня лично спрашивали. Не вас лично. А должностное лицо. Нет. Минуточку. Вас как должностное лицо. Вы сказали лично. Я сказал, как вы сказали лично. Я спрашиваю должностное лицо. Даже если бы захотел, то в приватной обстановке. И без вот этого. Так я сказал. А вы забываете то, что вы спрашиваете и говорите? Нет, не забываю. Давайте я перефразирую. Как вы относитесь к применению просочки в медицине? Не надо ничего тут перефразировать. Как вы относитесь к применению просочки в медицине? Вы можете прокомментировать или нет? Я вообще никак не относилась к применению просочки в медицине. Вообще никак не относилась. А вы заведующий контрольным качеством, да? Да. И вообще никак не относитесь к... Я ее не применяю категорически. Ни разу не применяли свои деятельности? Конечно нет. Отлично. А меня-то вы, зачем вот об этом, я же говорю еще раз. Вот вы сейчас придумываете, я даже не знаю, есть ли она или нет просрочек. Вы показываете какой-то документ, да? Какой? Я же вам сказал. Про какую просрочку-то вы говорите? Я же вам сказал. Это постановление. Вы говорите, вот эта просрочка была использована там на 200 сколько там человек. Это не я говорю, это говорит вот этот документ. Вы читаете вот эту бумагу. Этот документ, вот это просите у меня. Тут даже непонятно, что это за документ. Согласен. Он без опознавательных знаков. С опознавательным, но оформленным, ненадлежащим образом. Это вопросы к ОМВД. Он без опознавательных знаков. А что за опознавательных знаков должен быть? Какие там есть реквизиты, которые можно долго дополнить? Однозначно. То есть вы тоже в законодательстве разбираетесь? Нет. Нет? В таком, как вы, нет. Я вот не знаю про то, что должен быть такой у меня документ, который выставляет то, что я хочу. Я бы хотел, я бы он показывал. Я же еще раз говорю. Как минимум у вас должен быть бейджик на груди. Бейджик, вот висит. Ну там нет фото, там невозможно сличить. Вам он принадлежит или нет? Вот так сейчас не нужно у нас. Вот так. То есть необязательный реквизит. Как вы говорите. Нережимный, да. Нережимный объект. Реквизит не обязательно. Нережимный объект вы сказали? А? Нережимный объект вы сказали? Ну какой-то нережимный. Да, я имею в виду, что не... Только что вы сказали, что нережимный объект. Да я не знаю, что я с вами говорю, потому что я не стою. Я снимаю вовремя. Я снимаю вовремя. Значит снимать можно. Нельзя. Почему? Вы лично меня снимаете. Сошлитесь. Нет, не лично у вас. Должностное лицо. Мое лицо в данном конкретном случае, понимаете, оно для вас не является должностным. Потому что вопросы, которые вы пытаетесь мне задавать, они не находятся вне компетенции. Понимаете? Ну так и говорите. Это вне моей компетенции. Вот. И, ну, в всяком случае, целая куча вопросов, которые вы задаете, они вообще имеют какой-то странный характер. Особенно ваша речь в самом начале. А подскажите, вот контроль... Она вообще логики была. Заведующий контролем... Вы говорили серьезно, несерьезно. Вот эти разные слова повторяли. А заведующий контролем качества чего? Услуг, работа... Качественной медицинской помощи. Помощи или услуг? Это два разных понятия. Это мне вот сейчас, как вы говорите, надо вас спросить серьезно. Да. Вы о чем сейчас? Абсолютно серьезно. Есть медицинская помощь, а есть медицинские услуги. Ну тогда дефиницируйте мне, пожалуйста, что вы имеете в виду. То есть вы не знаете разницы? Кто он сказал? Знаете? Вы собрали сейчас уточнять, и поэтому я прошу вас дефиницию тогда, пожалуйста. Ну тогда уточните. Раз вы знаете. Что вам уточнить-то? Ну, услуги или помощь? Ну, вы о чем собираетесь? Речь в стиле. Вы знаете, вот данную игру вашу можно вечно играть. Класс. Уважаемый. Ну, давайте по человечке разговариваем. Короче, контроль качества вот таким же образом осуществляется, да, у вас? Контроль качества осуществляется должным образом. Как положено. И просто я не думаю, что я вот, ну, с кем угодно могу взять и сейчас обо всем разговаривать. Понимаете? Вы народ называете кем угодно? Смотрите. А что плохого я сказал? Можно я скажу? Надушные люди в городе Сумы собрались. Увидели видеосъемку, увидели, что происходит в вашей больнице. Во-первых, две смерти. Опять же, в видеосъемке мы увидели, что было психологическое давление на этих медсестер оказано. Понимаете? Во-вторых, было, возбуждено, вот были заявления, что вы именно просрочкой оказываете вот эти помощь, медицинские услуги. Мы пришли вот как раз к главврачу выяснить, какие меры, что происходит, почему. Потому что мы неравнодушны, мы все приходим в эту поликлинику. И там же лечимся наши дети, и мы, понимаете? И мы как люди, проживающие здесь, пришли для этого выяснить. Человек, который ответственный за это, он уж, не знаю, сбежал или как, потому что вообще-то это приемные часы. Мы пришли, и мы на приемные часы не обязаны ни перед кем отчитываться и записываться. Во-вторых, вызвали вас, понимаете? Мы потому к вам пришли и пытаемся задать эти вопросы, что происходит. Тем более, вы контрольным качеством занимаетесь. То есть вы не можете не знать, что у вас такие вещи происходят. У вас есть просроченные материалы. Этими материалами вы людям оказываете какую-то медицинскую помощь, услуги. Вы понимаете? А вы указываете, что вы не в курсе этих событий. Мы пришли высказать свое мнение, что происходит. И мы будем на контроле держать. И приходите, вас спрашивают. Вы же тоже человек, у вас есть тоже дети, за которых вы переживаете. И мы за них переживаем. И не только дети, родители и так далее. Понимаете? Вот с этим вопросом мы и пришли. Никакое давление мы не собираемся оказывать. Хотим узнать, что происходит, какие приняты меры, чтобы этого не постарялось. И почему люди, кто за это отвечал, главная там медсестра, главный врач, почему они до сих пор на этих местах сидят и так далее. Какие меры приняты. Вот для чего мы пришли, понимаете? Не выясняй тут. Я впервые услышал цели и задачи вашего прихода. Спасибо вам. Спасибо за нормальную и спокойную речь человеческую. Мне стало понятно. Ну, по крайней мере, так меня учили воспринимать. Я умею это воспринимать. Вот эти вот господа говорят, я не умею воспринимать. Мы не господа. Не называйте нас так, пожалуйста. Маленько, наверное. У нас не задалась беседа сначала. Ну, давайте уже в нормальном русле, да, вот это абсолютно. Мы для этого пришли и хотели бы узнать, что происходит. Значит, смотрите, я... Мне... Нет, у меня интервью не получится брать. Я, как бы, взяла. Нет, я не буду его давать. Речь идет о том, что... В настоящее время я не уполномочен, да, вот давать какие бы то ни было объяснения, да. Ну, я надеюсь, что я вам... Я стараюсь вежливо отвечать. Стараюсь, понятно, да. Вам, вот конкретно вам. Вы мне задали вопрос, я вам буду конкретно отвечать. Значит, я могу однозначно сказать, что никакая, вы говорите, медицинская помощь, значит, людям никакой просрочки не оказывается в медицинской помощи. Не может оказываться в больнице многоступенчатый контроль качества. И за 20 лет ни разу никому не оказывалось? Вот ваше декларативное заявление, понимаете, вот 20 лет, я работаю, вот не 20 лет. Ну, вы подтвердите или опровергните, скажите, не знаю. Я знать не знаю, что за 20 лет было. Ну, сколько вы работаете? Если нужен, да не важно, сколько вы, если нужен какой-то вот отчет там или какая-то речь, то я же говорю, что вот люди соответствующие, мне зовут вопросы, я на них отвечу. Если есть какие-то проблемы, какие-то нарушения, вот давайте я вам закручу все-таки ответ, потому что мужчине мешает. Не оказывается, потому что система контроля качества устроена таким. Вы правильно говорите, у нас у всех есть дети, и любой доктор, который оперирует, я оперирую в том числе и с удовольствием это делаю. Значит, ни в коем случае я никогда не допущу, чтобы на мою операцию попало то, что может эту операцию поставить под сомнение, понимаете? А вот результат ее, я в ней заинтересован, я хочу, чтобы получилось, я хочу, чтобы было хорошо, и по разным причинам, по целой куче разных причин. Тем не менее, эта тема вам неизвестна, то, что сейчас озвучили, что тема поднятая, что именно в вашей больнице сегодня будут опрочены эти... Тут вопрос такой, смотрите, значит, во-первых, ну, я не знаю, что... Вы же можете меня провоцировать, я не знаю, кто вы на самом деле. Нет, не провоцировать. Вот таких всяких вот этих курочек красных, но и с вами сегодня можно много, и не знаю, что вы хотите, не знаю, куда вы, так сказать, вот это вот все, вот эти люди ведут, особенно после того, как они начинают разговор. То есть они, возможно, вы образованы, профессионально, да, вот подводите их там к чему-то, они, ну, так, по-своему умеют как говорить. Это я не знаю, я боюсь, что я могу сказать чего-то лишнего, там, и ненужного, да, зачем? Если должностное лицо, то у меня есть право, там, подготовиться к вот этому разговору, да, я бы посмотрел, вот ему сказал бы, за 20 лет там было, не было, что было за 20 лет. Архивы бы какие-то поднял, да, задал бы он письменные вопросы свои, я бы посмотрел, ответил, письменные уже и написал. Что-то предоставляет, не ваша шагность, не, по крайней мере, вашу оценку, есть у вас психологическое давление на этих людей, которые это выявляют в вашем коллективе, понимаете? Вы же не можете этого не слышать, ведь это происходит в вашем коллективе, и это освещено в СМИ и в газетах, понимаете, в телевидении. Да, я не вижу, но я понимаю, что это происходит. То есть вы не слышали об этом, не можете такое. Ну, видите, вот вы, о чем вы не слышали, что? Смотрите, у вас два суицида, две женщины, которые работали медсестрами, покончили жизнь с самолюбистами еще по 2%, понимаете? Это вот сейчас интервью происходит, или что ли? Мы в психологическом давлении, что их довели, просто мы для этого пришли и выяснили, выяснить, что происходит, потому что я еще раз говорю, что мы жители этого города и можем спокойно общаться, правильно? Вот мы для этого пришли, чтобы не оказывалось давление на тех людей, которые выявляют, они везде есть нарушения, понимаете? А люди не выявляют, получается, кто выявляет эти нарушения, на них оказывается психологическое давление, в том числе на Олесю. Это вот, да, он пришел от имени ее. Вот он сейчас пытается, понимаете, вы меня спрашиваете, да, вот сейчас, как бы, вы интервьюер, а он сидит, записывает, и он пытается, как бы, взять вот чего-то контекстное вырвать. И я буду убежден, вот прям сейчас убежден и вот его действиями, да, что это будет как-то использовано, наверное, вот контекстно против меня. Я не знаю, где-то в СМИ, где-то еще, и вот вами, потому что, понимаете, вот эту больницу, вот, как-то вот, чего вы за нее взялись-то, почему вы не хотите, чтобы она хорошо работала? Мы не хотим. В том-то и дело, что мы хотим. Мы для этого всегда решили, что вот тут ваш, как врача, да, и вы используете материалы, как раз ваш труд агрируется. Я, наверное, сейчас, ну, тоже, может быть, лишнее, что-то скажу, но я не думаю, что я об этом пожалею. Ну, конечно, я вот сижу, думаю, что вы снимаете для того, чтобы вечерами дома показывать своим близким это все, да? Или на ночь, ну, я не знаю, как вы собираетесь этого использовать, для чего вот это вот все? Вы же, я же говорю, что вот не захотели разговаривать, но вот правильно, потому что, да, прошла комиссия, да, они сообщат, что у вас, может быть, там, на майке на что-то, да? Если это так, ну, сначала надо разобраться, да, сначала надо понять, где чего, где чего найдено, какие вещи вообще до человека доходят, могут ли дойти до человека там эти вещи, да? Ну, вы понимаете, вот сегодня, к примеру, истек, сегодня, к примеру, истек срок действия какой-то там, ну, штуки, да, условно говоря, какого-то предмета, его там утилизируют завтра, а сегодня его кто-то нашел, да, вот у пациента не дойдет, а вы будете из меня, так сказать, веревки видеть, потому что, вот смотрите, он использует, да, вот эти вещи все. Ну, мы поняли, что вы, конечно, немножечко, хотя, зам по этому вопросу, в принципе. Так у меня, потому что конкретных-то вопросов нет, я говорю, что на людях не используется, нет, ни в коем случае. Наш ПЦМ... СМИ осветили сведения обратно, понятно, что он вопросы не совсем может... СМИ, к сожалению, если посмотреть... Ну, у вас еще есть вот вопрос, у него, мол, и по другому вопросу мы хотели пообщаться. Не, мы сейчас, у вас что-то... Нет, это главврачу оставить, тут вряд ли что-то волнует. А вот контроль качества, это как раз просрочка. С этими соседями. Ну, у меня как раз. Вы как-то сталкиваетесь с контролем просрочки, контролируете этот процесс в своей деятельности? Медицинский шовный материал. Я контролирую качество медицинской помощи. То есть, я контролирую работу разных людей. Проверка срока давности использования медицинского шовного материала входит в ваши обязанности? Подождите, вам же объяснили, что здесь многоступенчатый контроль качества. Вам уже это озвучено и расселено, с чем вы задаете этот вопрос? Еще раз повторяем. Не надо мне еще раз. Леш, подожди. Он думает, что он тут командир. Нет, нет, нет. Вопрос задали. Будьте добры, ответьте. Я не думаю, командир. Да, нет, не знаю, хотя бы. Ответ уже был. Вы отвечаете за Станислава Леонидовича? Я тут так же присутствую и слушаю. Я тут так же присутствую и слушаю. Вопрос не к вам был задан, девушка. Вы же не заведующая. Я специалист. Вы выше, чем Станислав, чем заведующий? Станислав Леонидович, извините. нет конечно выше или ниже по должности подчинен подчиненный отвечает за начальника вопрос задан был начальник мне просто интересно у вас всегда так что у вас подчиненный отвечает субординации такого слова не существует субординации сделали этот вывод вообще на чем на том что он сказал что ваша подчиненная разговора я смотрю просто набор слов вы ни на чем не сделали вы ни на чем на основании с вот это каких слов что она ваш подчиненный и что значит должна быть какая-то субординация так она коли считает себе подчиненной значит она и есть субординация виноват и нет ну я к тому что вопрос как у вас логика то где обычная логика служили какая четко знаю и ваше дело что она не служил есть начальник есть начальника есть заместитель поэтому вы начальники за вас отвечает заместитель это уже значит вы у вас не получится закрыть рост моему сотруднику не получится мы не хотим потому что мы не делаем того же в отношении вас то есть видите я думаю трачу время нам интересное мнение но нам бы хотелось ваше услышать ваше мнение да вы согласны с вами не вижу перспектив этом разговоре никаких и не вижу вообще понимание зачем он нужен но женщина задавала просто более менее понятно даже абсолютно понятно но если вы хотите да чтобы я на него ответил мы можем с вами назначить встречу я что-то согласовав это время своим руководством я с вами могу пообщаться поэтому с нами вы уже не хотите да с вами точно не хочу встречаться потому что я не вижу в этом смысла вы с моей точки зрения похоже на провокатора серьезно да вы провоцируете на что-то и собираетесь контекстно потом это использовать возможно в блоге возможно не очень к этому отношусь так сказать я предпочитаю лечебный процесс вы оперируете очень неприятно что вообще вот это происходит вы оперируете да я доктор с двадцатилетним стажем я много операций вы своей деятельностью в этом городе я никогда не использовал просроченный материал никогда не использовал ничего плохого операции мои люди ценят и благодарны а воспаление после ваших операций были возможно какие-то осложнения думаю сами не собираюсь об этом разговаривать это опять будет контекстно проведено я делаю доклады на обществах на в том числе все российские мне просто станислав мне просто процент осложнений мне просто интересно как происходит процесс контроля просрочки именно вот шовного медицинского материала это лежит на плечах медицинских сестер они вам как подносят вы распаковываете или они распаковывают проверяют дату это просрочки я в отсутствии руководителя я не уполномочен вам раскрывать ясно а вы можете нам посодействовать чтобы пригласить дмитрия александровича гора из-за главврача чтобы мы все-таки позадавали вопросы чтобы он был на рабочем месте в рабочей части приема мы знаем может у вас его телефон если вы знаете кого-то кто знает где он чтобы сообщить ему что его народ ждет часы приема он сегодня во всяком случае я воде информации находится на совещании администрации здесь уже возможно не будет а когда следующие часы приема раз в неделю думаю да возможно посмотреть это почему вы не хотите записаться почему вы не хотите прийти и начать какой-то конструктивный совершить диалог вот мне вот это вот мы пришли совершить конструктивный диалог вот у меня вопросы для главврача но он отсутствует он отсутствует вот девушка за 10 минут за 10 минут в 1350 позвонила ему он не сказал я на месте на чем тиска он на месте он на месте подходит про секретаря у меня лично хорошо приходите приходите мы пришли а секретарь нам говорит что он она его не видел вообще тут уже час сидит не видел это как-то вот мы предполагаем что просто кто-то сообщил что ваш вопрос а вы по качеству я понимаю что вот ну письменно приготовили нет 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 мы с вами на публике я не хочу тут не публика уже все серьезные все равно документы другого по качеству хорошо это мужами вот обозначить вот коды дефекта 213 дефекта 3 2 1 документ страховая организация да и требования раздела 3.18.4 просто вот так лучше это пожалуйста информацию получите страховой организации нет у меня уже все готова экспертиза я пришла к вашему руководителю чтобы мне ознакомиться под фотосъемку всех документов что тут произойдет мне уже от минздрава пришел что я должна подойти сюда у вашего руководителя по фото и видеосъемку ознакомиться всем вот этим делом что тут происходило со всем вот этим делом медицинской документации дачи понимаете человека забрали шейкой бедра к вам в больнице он душал все разговаривал отсюда он уехал к вид центр уже с заклеенными глазами ну сами понимаете да кому глаза заклеивают и при том что в экспертизе везде никакого к вида не доказано еще медицинскую помощь по факту не оказали много нарушений учреждений есть порядок ознакомления с медицинской документации вы можете у вас по экспертизе я вот хочу ваших вопросов что вам сложного обозначить что это значит вот эти коды дефекта у вас тут страховая организация и коды дефекта страховая организация так же и медицинские насколько я знаю один термин вы используете давайте так пацаны если вам нужна помощь пожалуйста вот это вы можете оставить ее в канцелярии написать что вам нужно вам письменно установлено если я как бы разговаривал с человеком я предупредил что я зайду он сказал что я вас жду и где ваш человек человек да дмитрий главный врач давайте так перезапишитесь и разговаривали а если вы говорите о непоправильности что пациент уже на точке тюрьмы то вопрос можно решить мы можем же дождаться ну во всяком случае я больше не буду с вами время совещание сколько будет проходить там что совещание сколько будет длиться в администрации я не знаю а мне даже не интересно когда там совещание ну я не то что не могу я даже не буду ну правда мне совсем не интересно нет желания мне главный врач не докладывает так сказать о том когда и зачем я убежден что он поехал по делам и будет заниматься себе столько сколько нужно тем более что вряд ли он сам знает сколько там будет совещаний как правило вы понимаете когда я его главному врачу я не думаю сколько не спрашиваю сколько будет у меня совещание с ним две минуты или пятнадцать и так далее ну я же это понятный вопрос на всяком случае если вы чем-то занимаетесь в рабочем порядке вы же это знаете если вы что-то делаете можно вам задать вопрос вот касательно именно вашей работы общее общее не разглашающее медицинскую тайну не хотите Сергей бык добрый пожалуйста спроси пожалуйста тем более тем более вы вообще ни с кем не хотите общаться что хочу создать может быть конструктивно давайте уважаемые люди давайте все таки будем друг другу вообще не хотите общаться народ спросите пожалуйста оперировал ли Станислав Леонидович с детей до 6 лет нет не оперировал то есть вы со мной общаетесь теперь ну ответил нет у вас только взрослое население ну дальше не хочу ну я да только взрослое население оперировал угу о своих операциях я могу кое-что поверить то есть только вот то что хочу говорю не хочу не говорю на данный момент какая-либо но с вами не хочу общаться потому что говорю что вы я сейчас вышел на вашу сторону и хочу вас это вам плюсики понаставить если вы позволите на данный момент есть какая-либо просочка в травматологии вы мне и минусики то не поставите или мне во всяком случае это не интересно понимаете вот какие вы мне оценки поставите вы меня не оцениваете как то не оцениваем мы имеем право оценивать вашу деятельность да вы будете оценивать если боже упаси вас станете моим пациентом и а то есть вы хотите чтобы я стал вашим пациентом боже упаси вас если вы станете моим пациентом вот можно двояков серьезно воспринять я не хочу чтобы вы стали пациентом извините я усматриваю признаки угрозы серьезно я говорю что я прошу всевышнего чтобы он избавил вас от того чтобы вы стали моим пациентом потому что вы вообще стали пациентом будьте здоровы но а в этом смысле с этого и надо было начать если вы а я так с этого и начал что вы переворачиваете еще раз доказывать что вы переворачиваете нет ну как же вы только что попались ну на момент вашего произношения звучало именно так а ну вот вы закончить же не дали и до сих пор не даете а при условии что вы все таки ну опять же будьте здоровы станете им вот когда я вас полечу вот тогда вы сможете меня оценивать у вас тогда станет право меня оценивать и сказать хорошо я вас включил или нехорошо ошибаетесь а я вот и нет я ошибаюсь а вот я тогда буду задумываться хороший я доктор или нехороший а где-то мне что-то подтянуть надо и так далее во-первых профсоюзам по законам разрешено контролировать медицинскую деятельность во-вторых закон 212 о защите я о народном об общественном контроле я говорю за всех что любой имеет право контролировать вашу работу я говорю за по закону закон 212 фз общественно-народный контроль не знаю я такого каждый имеет право контролировать вашу деятельность я закончил я закончил просто вы от меня что-то ждете я говорю что не будет я вас услышал вы провокируете постоянно никаких право караться чистая правда правда она уважаемая у каждого своя а народ рассудит у вас какая-то своя народ рассудит я не знаю пока о чем вы говорили чего вы говорили не очень я человек верующий я верю и знаю что творец есть и он все знает ему не надо ничего доказывать он сам разберется давайте попросим его о том чтобы каждому было по делам его и каждому было по мыслим его и скажу вам еще что там где двое молящихся там и не услышал пусть нам с вами раздадут он уже раздал благодарствую ну мы вас не задерживаем мы ждем благодарим главврача все действия бездействия берутся каждому лично в тысячекратном размере я уже все сказал нет 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 это лишнее я продолжу просто Станислав Леонидович все правильно сказал поверь нет я просто дальше дополню только как вам сказать я свою работу делаю я вам верю что вы свою работу делаете я вам не верю что вы отвечая за контроль качества ни разу не слышали о просрочке и ни разу есть тут не видели ну вот не верится что ни разу за 20 или сколько лет что вы тут работаете да вот вы сказали не 20 лет вы тут работаете что вы ни разу не слышали и не видели просрочки я снова вернусь к тому вот что уже много раз сказал я не уполномочен вести брифинг, и поэтому вести его отказываюсь. Понимаете, если вы, будет кто-то, кто там меня назначит, или, так сказать, вы придете в какой-то другой информации, так сказать. А может быть, что-то состоится. А в этом ключе просто я очень неудовлетворен. Просто поймите правильно, Станислав Леонидович, поймите правильно, получается, с ваших слов... Мне сейчас нанесли просто обиду, как медработнику, как врачу, я ее переживу. Ну, а то, что я 20 с лишним лет отдал вот этой больнице, я в другом никаком учреждении не работал. У вас здесь два самоубийства, ребят. У нас нету обиды. Вы еще скажете, что я тут виноват. Почему? При чем здесь вы? Ну, так вы же со мной разговариваете. Так вы пришли сюда. Я говорю, что я 20 лет отдал этой больнице, работая здесь. Слава Богу. Меня в городе знают, знают в округе, знают... Можно вам еще подождать, пока у вас еще разговаривают. Но я не понимаю, почему вы сейчас начинаете со мной вот так вот говорить. Так вы с вами нормально разговариваете. Как будто я вам что-то где-то сделал плохое. Вы нам ничего не сделали. Так лично, понимаете? Вы сейчас лично со мной говорите. Нет, мы разговариваем с должностным лицом. Заведующий отделом контроля качества медицинской помощи. Последнее слово помощи. Я не уполномочен на эту работу. У меня есть должностная инструкция, в которую общение с вами вообще никак не входит. Вот вообще никак не входит. Понимаете? Если вы об этом говорите, как должностная инструкция, и брифинги вести, и какие-то там популярные дискуссии, тем более вот со съемками, вообще никоим образом туда это не входит. И вы, тем не менее, пытаетесь это... Не останавливаетесь, пытаетесь это делать, что-то записывать. Мы в рамках закона это делаем. Провоцируем. Знаете? В рамках закона. Никакой провоцируем. Даже смысла нет. Никакого закона вы сейчас... Даже смысла. Я же еще раз вам повторяю, что моя должностная инструкция очень четко оценивает, вернее, регламентирует мои действия. А вы пытаетесь меня провоцировать. Вы у вас не провоцируете. Причем здесь самоубийцы вообще? В вашем же происходит это. Где? В моем? В чем в моем? Я в этом самом. В вашей организации, где вы работаете? В организации, где я работаю, это происходит. Вот эта последняя фраза, она правильная. К моему этому ничего отношений не имеет. Естественно. Мы говорим, что там, где вы работаете, происходят такие вещи. Понимаете? Вопросы надо задавать. Так вы задавайте, соответственно. То есть я не имею никакого отношения к тем людям, которые себя убили. У вас к вам нет. А кому нет? Конечно, нет к вам вопросов. Мы же пришли на прием главврачу, но его не оказалось. Ну да, ты попал, у тебя надо. Почему? Мы попросили секретаря. Понимаете? Завтра врача сейчас придет. Она же вас пригласила, секретарь. Правильно? Или нет? Или вы сами проходили мимо? Нет, Станислав Леонидович четко давно уже сказал, что он проходил мимо, решил зайти по своим делам. Тут увидел нас. Каким образом мы оказались в этом кабинете, для меня тоже не ясно. Вы свой вопрос решили, какой хотели? С секретарем или с главврачом? Потому что, ну, по идее, вы должны были его решить и уже уйти. Не вмешиваясь в разговор с нами. Мы попросили секретаря пригласить зама. Да. Все. Мы ждали зама. Мы думали, что вы зам. Сейчас придет. Все. Я вот когда зашел, я обычно общение с какой-нибудь шутки начинаю. Я увидел целую кучу бородатых денег и хотел по этому поводу пошутить. Слава богу, ничего не сказал. Слава богу, ничего не сказал. Еще раз повторю, потому что, вот, даже не знаю, как бы вы это сейчас поворачивали. всяко-разно там. Понимаете? Мы ничего не будем поворачивать. Поэтому я просто сказал, что, ну, очень много людей собралось. Чего вы тут хотите? Чего вы тут собрались? Я не видел здесь много людей. Вот за все годы, сколько работают, да? Ну, кроме сотрудников. Какое количество? Вот поэтому, вот, и начинается атака какая-то. Мне, ну, непонятно, да? Ну, мне кое-таки не было. Я не привык, убегать никуда не пришел. Атаки не было. Мы с ними поговорить. Я стал с вами общаться, но я вообще не понимаю. Цели, цели, задача, это брифинг вести. Я неуполномочен, вы ведь должен стать лицом, да? У меня четкая должностная инструкция. Сталинслав Леонидович, если бы вы не хотели занять наше время и свое, вы бы в самом начале так сказали, развернулись бы и вышли. Но вы начали отвечать на наши вопросы. Благодарствую. Да, в общем, всего доброго. Всего доброго. Благодарю. 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 Мы давайте выйдем по присутствию в присутствии сотрудницы секретаря, чтобы потом к нам претензий не было, что мы тут что-то... Ну, что, Боже, надеюсь, никто не... А мы и не собираемся. Это сами, да, Свет, потому что... Вот здесь, да, Свет? Благодарствую. Вы его сейчас приглашали, потому что, вам бы вы его не приглашали. Ваши пригласили. Ваши пригласили. А вот женщина говорит, вас пригласила. Катерину Владимировну, она говорит, пригласила. Да, Катерину Владимировну, они вместе пришли. Так что... А Катерину Владимировну, Катерина Владимировна, замглавного врача? Вы же сказали, замглавного врача пригласить. Ну, они вместе в одном кабинете находятся. Просто я думала, Екатерина Владимировна одна подойдет. Она куда-то ушла, я пошел за ней, вот прохожусь, но народ все ходит. Абсолютная путаница. А что вы сидели, молчали, что вас пригласили? А ее-то зачем пригласили вообще? Ну, чтобы пообщаться. Вот она пригласила, да и все. Ну, что, я не понимаю. Ну, просто путаница полнейшая, никто ничего не знает. Ладно, надо решить, как надо. Как вы зашли, вот так оно и получилось. Ну, я же говорю, что вот как вот зашел к вал туда, как он получился, этот к вал. Ну, так и происходит. Потому что нету врача на месте, который должен присутствовать и отвечать на вопросы. Нестыковка началась с того, что главный врач отсутствует на рабочем месте. Свою рабочее вреду. Нету его сейчас. Конкретно, на рабочем месте. Но он был за 10 минут. Да это другой уже вопрос. Я же говорю, что был, и он на совещании на школе, я знаю. Ну, по крайней мере. Главное, все знают, что он на совещание собирался. А мы пришли, и не знаем. А теперь надо узнать, где это совещание, и было ли оно вообще на совещании. Я сомневаюсь, что оно было где-то. И поднять, что получит. Благодарствуем. Один раз в неделю принимает. Два часа, как и пять часа. Сегодня письма не было. Да когда не было. Нет, по записи. Все равно он должен сидеть. Как это не было по записи? Вот человек записался за 10 минут до прихода. Я позвонила ему лично на сотовом телефон. Сказал, проходите. Я буду сейчас заеду. Лучше меня зайти. Ну. Как так же. Ну, а что вы опять пытаетесь убедить, что не было записи? Никто не записывался. Никого не было. Она с ним лично разговаривала. Если для четырех немецам ничего не будет, просто попросите. Видите, закрывайте. Потому что я вот так выйти не могу, чтобы вас достанет. Приходите. Не нравится, как они сейчас. Я был с вами, чтобы вы пообщаться. Ну, приведите еще кого-нибудь. Мы не против. Прожеватели на строк. Не ходите, сами оставайтесь. Сами агрессивные. Сами агрессивные. Если не было видеосъемки, могут наговорить всякую, все, что угодно. А что ворвали, что избили. Конечно. Конечно. Так он так и сказал. Департамент здравоохранения, если туда возможно позвониться. Как-то пыталась там? Не, возможно. Почему я звонила? Найдите телефон департамента здравоохранения. Как раз. Оставь жалобу, что у тебя. Как раз. Здравоохранение. Я не могу позвонить. Не, надо позвонить и сделать это под запись. Правда. Вы можете к нему позвонить, скажите, что вы не вижу. Мы можем позвонить, чтобы встретиться. Я не знаю. Как не секретарь? Вы же сами сказали. Секретарь, машинист. Вы же сами сказали. Не секретарь. Николай, он не сказал, что секретарь у него на месте, что можно сначала с секретарем подать стремление социальности. Народ, народ. Пожалуйста, благоданность создавайте. Вы его секретарь или нет? Нет, нет. А где секретарь? Где секретарь, о котором я вам говорил сегодня? А у него есть секретарь? Конечно, конечно. По фамилии. Завтра будет, можете зайти и подойти. А сейчас он где? Она. Она. Ну, она, видимо, по делам ушла. Она председатель профкома. Председатель профсоюза. Я на работе, мне кажется, на моем доме ухожай. Попросил меня. Как ее зовут? Так, Наталья Федоровна. Будаговская, я председатель профсоюза. Является секретарем главврача. Да, то есть подчиненный непосредственный главврача. Субординация, опять слово, слово субординация ключевая. Да, субординация. Является председателем профсоюза. Так, нет, что вы сказали. Не, ну просто... И отсутствует на рабочем месте. Я отсутствует на рабочем месте. Департамент здравоохранения, горячая линия. То есть человек, который должен защищать права своего коллектива, он является подчиненным непосредственным главврача. Да. Сколько интересного. Так это мы что, ты что? Мы только-таку это, познакомились. Ну я думаю, к вам надо чаще приходить в гости. Мы же представились. Журналист. Журналист, СМИ, Камчатский регион, заместитель главного редактора. Антон Николаевич Булгаков. Народный контроль города Сургуда. Очень приятно. Корея, чай линия 8800-186-03. Записывай, звони. И включай громкую связь. Позвоните регистратору 52-3. Чего я звоню? Да, спросить почему на месте нету. Примите жалобу. Записалась на прием главврачу. Разговор записывайте. В 13.50. В 14.00 пришла, он отсутствует на рабочем месте. Прошло полтора часа. Разговор записывался? Конечно. Громкость я включаю. Сейчас будем еще бумагу составлять. Прогул. Вы подглавили в контакт-центр здравоохранения ЮГРИ. Уведомляем вас, что в целях повышения качества все разговоры записываются. Вы находитесь в голосовом меню. Здравствуйте. Я хотела бы жалобу подать по поводу того, что записалась на прием главному врачу Горайсу Дмитрию Александровичу. Через 10 минут подошла. Уже как бы ни секретаря, ни его нет. Более полтора часа. Как написано были, на какое время? Я перед этим позвонила. В 13.50 позвонила? В 13.50 я позвонила. Он сказал, хорошо, проходите. Я говорю, скоро буду. В 14.00 его уже не было на рабочем месте. Прошло полтора часа. Полтора часа его до сих пор нет. И секретаря? И секретаря тоже. Город обращения, скажите. Город Сургут. Пришла в часы обращения. Да. Поликлиника номер. Травматология. Как у вас? Сургутская клиническая травматологическая поликлиника. Ой, в больнице. Сургутская травматологическая клиника. Клиническая больница. Клиническая больница. Города Сургут. Город. Город, я вашу статистику, пожалуйста. Сейчас. Вы зафиксируйте сразу, что у него сегодня приемный день с 14 до 16.00, да? Да. Другие люди не могут попасть. Да, и тут другие люди тоже не могут попасть. Часы приема в какие? Часы приема у него сегодня с 14 до 16.00, то есть с 13.50. Я с ним разговаривала лично по телефону, где он сказал, что у него присутствует секретарь на данный момент, что он на рабочем месте говорит приходите. Я говорю, хорошо, сейчас скоро зайду. Ну, то есть получается, что к 14.00 уже в кабинете не было. Он якобы уехал куда-то там. Непонятно куда. И вместо секретаря тоже сидит абсолютно другой человек, который не имеет к этому никакого отношения. И замглавврача не пригласили. Полтора часа ждем. Да, и замглавврача до сих пор не пригласили. И вот до сих пор все ждем. 10 человек. 10 человек ждем. Так, ну вот смотрите, в данной ситуации вам нужно будет либо уже дождаться главного врача, либо обращаться с письменным опрощением с жалобой в Департаменте здравоохранения высшестоящего органа. Требуем провести выездную внеплановую проверку по действиям и бездействиям главврача, секретаря и всех за его замов. И привлечь к дисциплинарной ответственности. Скажите, пожалуйста, в Кене сейчас на данный момент кто это говорит? Как я могу к вам обращаться? Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного редактора, СМИ Камчатский регион. Проконсультируйте, пожалуйста, куда оставить жалобу, чтобы приняли меры срочные. Жалобу? Да, жалобу вы можете оставить на официальный сайт Департамента здравоохранения ЮГРА. Интересует телефон, живым голосом, по праву голоса оставить жалобу надо. В рамках закона 59 ФСД оставить устное обращение. Давайте я вам предоставлю сейчас телефончик. Давайте. Приемная департамента здравоохранения. Подождите, пожалуйста. Вот телефон, это добавочный. Не, пожалуйста. Просто зафиксировать. А, там пара спрашиваешь. Мне не жалко ради народа, ради всего общего блага. Вот серьезно. Нет, я вообще говорю, что... Ну вот такой бардак. По приему, где нет ни секретаря, ни врача, ничего. 22.40. Не надо было звездочку. Да, я сказала звездочку, а потом на версии. Да? По-моему, сказал имя, персональный урок. Вот, господин, призначный ход. Вы слышали о двух смертях медсестер? Проходите. Нет? Походите, что? Мы в помощь у нас семечка. Здравствуйте. Походите, спрашивай. Нет, не в помощь. Кажется. Сами ждем. Просто я хочу вам показать, почему мы здесь. Вот постановление об отказе в возбуждении уголовного дела у МВД полиции по городу Срубут. Здесь говорится о 202 пациентах, на которых во время операции были применены просроченные медицинские материалы, в том числе шовные. Полиция, прокуратура, Следственный комитет бездействуют за полгода ни одного уголовного дела, ни одной административки. Но факт, они признали, что 202 пациента были прооперированы просроченным материалом. Вот мы здесь из-за этого. От этого никто не застрахован. Понимаете? Любой может пойти вон по улице, подскользнуться, удариться, что-нибудь себе раскроить, попасть в травмцентр, его зашьет, а потом воспаление может быть, а потом сепсис может быть. Понимаете? И со слов сотрудниц ваших же, это все было? Это не только со слов, это вот доказанная просрочка. 202 случаев. 202 пациента были прооперированы. Это только доказано. Это только доказано. Это со слов, это вершина азберга только. Он не просто не отвечает, он ничего не это. Он еще сказал в кабинете, что я мимо проходила. Не слышала. Я так услышала лично. Мы ей вопросы не к нему там начали. Не, он-то мимо проходил. А вот женщина, которая пришла, да, которую пригласили, которая якобы заместитель главного врача, она ничего не говорила, она сидела и молчала. Да, кстати, скажите, почему вы пригласили именно эту женщину, а не именно его? Я пошла в кабинет. Она же специалист. Она же не зам. Она же не зам, она же специалист. То есть руководитель непосредственного контроля Станислав Батькович, он на рабочем месте, но вы почему-то не пошли. Нет, я в них в кабинет пошла. То есть он был тоже на рабочем месте? Да, в рабочем месте. И вы когда пригласили эту девушку, он вместе с ней пошел? Да, вы же видели. А, значит, он не случайно мимо проходил, получается. То есть он вас видел? Вы объяснили факт своего прихода, кого вы хотите похвали? Я вас приглашала пройти, со мной никто не пошел. Нет, я просто... Молодец, Андрей, правильно, правильно сделал. Непосредственно они находились в луков ходить. Я приглашала вас с собой пройти. Как вы не спрашиваете? А где вы пошли? Тишина, народ! Тишина, тишина. Я же сказала, пойдемте, пройдемте. Вы никто не пошел. Ну, что вы теперь меня пытаете? Мы вас спрашиваем. Вы меня пытаетесь... Нет, мы выясняем об советове. Я же вам сказала, пойдемте кто-нибудь со мной. Пройдемте. Вы все отказались. Вы поясняю, как бы вы изначально. Вы испугались? Вы почему не пошли, чтобы вы пригласили? Народ, народ. Вас всех пригласили туда. Мы вообще... Вы же не пошли. Вас... Альберт, 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 поясняю. Вас провоцируют специально. Помолчите, пожалуйста. Вы пригласили туда. Вы никто не пошли. Я же это девушка выговорится. Сергей, Сергей, вас провоцируют. Мы никуда не пойдем. Народ просит, народ требует. Не один человек ходит к десяти. Альберт. Точнее, не десять к одному, а один к десяти. Альберт, пожалуйста, дайте мне сказать. Вас специально провоцируют, чтобы зафиксировать наш голдеж. Еще раз говорю. Это специальная провокация. Помолчите, пожалуйста. Дайте мне сказать, как было на самом деле. Вы при нас позвонили. Сказали, что пригласите главврача. Позвонили. Сказали, что сейчас придет главврач. Да, потом сказал, пусть поднимутся наверх. Правильно? Кто сказал? Кто сказал? Ну, кто сказал? Они сказали. Кто они? Они вдвоем? Они вдвоем трубку подняли? Екатерина Владимировна. Екатерина Владимировна. У нее должность какая? Вы не знаете? Она же вам сказала, что специалист. А вы сказали заместителя главврача пригласит. Я ошиблась. Я сказала, пойдемте, пойдемте, наверх. Вы все отказались. Я же сказала, пойдемте, пойдемте. Совершенно верно. Совершенно верно. А что вы сейчас? Вы сказали, что пойдете. Мы бы все поднялись, вы бы увидели, кто-то сидит в кабинете. И вы с вами там бы, ну, так же там поговорили. Вы почему только... Пришлось мне звать их сюда. Я просто зашла в кабинет, сказала, что сюда никто не пойдет. Эпитерин Владимировна, спуститесь. Вы почему только сейчас нам говорите, что вы ошиблись, что она не заместитель главного врача? Ну, я откуда знаю, кто он там. Ну, как откуда? Во-первых, у него бэджик на груди. Вы же зашли в кабинет, вы могли прочитать, спросить. Вы пока по коридору шли, могли спросить. Если вы не хотите подниматься наверх, придется вам спуститься. Не придется, а прошу вас спуститься. Ну, прошу. Мы их не принуждаем к чему-то. Давайте не будем придираться к словам. Вы не пошли со мной. Не пошли? Мы не обязаны ходить с вами. Какие теперь претензии? Я пригласила сюда. Мы ничего вам не предъявляем. Мы просто выяснили. Подождите, претензии есть. Подождите, претензии есть. Претензия в том, что вы сказали пригласить. Вы бы один со мной пошел, когда вы сейчас стояли, меня не пытали. А зачем? Чтобы его там скрутили? Спровоцировали? Я против этого. Вдвоем. Я вам открыто говорю. Вдвоем вы пошли. Главный принцип – это не разбиваться. Это ваш личный принцип. Как хотите, так и живите. Ну вот. Кто своим принципом? Не захотели, что? Тут же есть еще другие люди, которые могут жить по другим принципам. Они же могли со мной пойти вместе? Никто не захотел. Никто не захотел. А что вы меня сейчас пытаете-то? Кто там был? Вас никто не пытает. Я пришла и сказала, сюда никто не поднимется. Я вам акцентирую внимание. Ау! Это не пустой разговор. Это показывает уровень обслуживания. Оказание медицинской помощи. Нет. Нет, я тоже, да, тоже. Если помощь в таком качестве оказывается, то в каком качестве оказывается услуга? Понимаешь? Помощь они обязаны оказать. А услуга только за деньги. По договору. Вот мы сейчас проверяем оказание медицинской помощи. В том числе и приглашение заместителя главного врача во время отсутствия главного врача на месте. В часе приема. Мы проверяем, как работает оказание медицинской помощи. Никого не было. Было. Ошибаетесь. Девушка записала за 10 минут. Позвонила. С главврачом. Поговорила. Ну, в журнале не зарегистрировано. Не было в журнале. По телефону, по телефону. Ну, в журнале не от записи. Он даже зафиксировал фамилию, по поводу. Ну, вот так и скажете, что... Видите, вы больше меня знаете. В журнале не от записи. А вы когда домой приходите, тоже записываете? А вам прям все расскажи, чем я занимаюсь дома. Не обязательно отвечать на этот вопрос, но я не записываюсь. Не скажу. Чем я занимаюсь дома, когда прихожу? Правильно говорите. Неправильный вопрос задал. Давайте вот про общественные места. Магазин, да? Работает там с 8 до 5. Вы в магазин записываетесь, чтобы прийти в магазин? Нет, не записываюсь. Вот и мы не записываемся. Походите. Походите. А вот какие-то вообще расписания вот этого полотенца на Диэля? У нас все написано на сайте. У меня согласен. Вы мне сейчас расскажите. Я же здесь уже послушаю, зачем я сейчас на сайте делаю. Вы что хотите узнать? Здравствуйте. Подписание. У нас все это проводится. Приема. С 8 до 40. До 4. Да, где же вы первые? Вы первые, кто зашли. Окей. Отвечайте, пожалуйста. Мне не будет вот это. Юридическое. Спасибо. А вы не секретарь, а знаете, куда это происходит? Не знаю, я вообще тупаюсь, что ли. Это ваши слова, не мои. Это ваши слова, не мои. Не надо, не надо. Не подвони по местности. С юморилию. Сюда на это кресло, а бы кого не посадят. А? Сюда на это кресло, а бы кого не посадят. А попробуй. Да, прикинь, ты в чужой кабинет приходишь и признаешь, где какие папки. Да, где какие папки. То есть, вот человек пришел, который, да, принес, он не знает, какую папку уложить. А вы знаете? Это тут написано. А там что написано? Написано. Не знаете? Нет. Почитаю вам. Правильно ответили. Согласно ли тебе. Нет, ну давайте это самое делайте, там, и запишите. Давайте, время же идет. Отчего запишем? Стоять. Мы ждем, мы ждем еще 10 минут. Чего написать? А мы на улице напишем. А, ну ладно. Мы же фиксируемся. Ой, Господи. Нельзя, да? Ну, нежелательно. Хорошо. Не буду нарушать вашу волю. Поймите меня правильно, это не мой личный интерес. Это не мой личный интерес. Это общественный интерес. Ну вы вообще соображаете, что по строчке каждого касается? У вас наверняка есть родственники, дети, там, я не знаю, родные, близкие. У каждого из нас есть. И никто из них не застрахован. Если вы за себя еще что-то можете как-то какие-то, в кавычках, гарантии давать, да? Потому что от этого не понесу страховка, по-сам-то. То другие люди, ну, у вас же бунт, полная больница, люди. Каждый день операции идут. Это потому что я... И многие, я вот после выхода видео, многие мне сейчас звонят и говорят, что да, действительно, у нас вот год назад, два назад, ни с того ни с сего были воспаления. Именно после травматологии. Считаем грамотно. Много? Раз, два, три, четыре, пять. Вообще спортивная. Минут не считается. 9, 10, 11, 12 еще грамот и еще три копка на столе и еще один диплом на столе это все заслуги вашего персонала не знаете куда ложить документы знаете а чьи награды не знаете не участвовать и не слышали ни разу согласно ведомости официально опубликованной зарплата официальная главного врача ежемесячно в течение года 2017 5 лет назад составляет 196 тысяч рублей по слухам сейчас эта зарплата увеличилась как минимум в полтора раза то есть где-то 300 плюс 2 там где-то двойные ставки плюс какие-то премии надбавки короче около полумиллиона примерно по слухам непроверенная информация предположение что примерно полмиллиона за я считаю что за эти полмиллиона он мог по присутствует на рабочем месте вот эти два часа и по отвечать на наш вопрос а эти полмиллиона берутся из наших с вами карманов мы платим налоги вот мне говорят ты халявщик ты не налоги не платишь девять лет не работаешь нифига подобного покупаю любой товар в магазине там есть обратите внимание налог на добавочную стоимость я плачу также как и все налоги работаю я не работаю это неважно я тружусь безоплатно во всеобщее благо и помогаю всем что не скажешь а главврачи горасть дмитрий александрович вот где он почему он не захотел отвечать на вопрос почему он сказал что будет на месте и вдруг с администрации включили тревогу срочное совещание а как он вышел ты не видели через окно тут первый же этаж ну да этаж первый он мог запросто этого я не знаю у него может у них телепортеры здесь есть ну по идее это как сказать стратегический объект и тут должны быть в эти подвальные убежища всякие проходы у него рабочее место насколько я могу предполагать указан адрес нефтодиуганская шерсе 20 то есть вот он во всем этом здании где угодно может присутствовать и это считается что на рабочем месте ты думаешь я знаю что он здесь я вижу по реакции ну что могу сказать осталось буквально две с половиной минуты то есть я предполагаю что он скорее не придет она помните вашими наталья марина можно поймите извините по-свойски это все свои все на одной земле ходит марина я предполагаю что гора дмитрий александрович просто не придет вот могу вас поздравить вашего руководителя очень хорошая реакция благодарствую я местный я здесь это живу и мне не безразличная данная ситуация потому что это касается всех и меня в том числе да потому что вот у меня хоть и удостоверение сми камчатский регион но это единственная сми которая дала мне статус журналиста потому что местные сми не вы их здесь видели хоть раз по поводу просрочки а я здесь и не один это многом говорит а главврача здесь нет два часа мы сейчас выйдем и будем составлять протокол об отсутствии на рабочем месте благодарствую подождите еще минута значит по-честному дайте пожалуйста 2 2 листка чистых мне так нравится что вы участвуете в разоблачении фиксации точнее факта отсутствия на вашего начальника нами на рабочем месте вот это реально народная поддержка благодарствую вам 50 секунд да неправильно идут три минуты еще а чё вас часы спешат не опасаетесь вылечить всех клиентов раньше времени а тут так выгоните раньше времени они могли еще три минуты вам услуги вас заказывать люди же зарплата было бы больше да вы теперь знаете какая примерно заработная плата угла врача я думаю у вас и десятую часть не составляет да дело не учился разве нужно учиться чему-то чтобы быть на рабочем месте в положенное время назначено для этого не нужно никакой специальных знаний за такую зарплату он обязан быть на месте вот он мог не знаю там совещание сейчас же у них ведь все селекторы телефоны и телеграммы это все он мог удаленно там по участвовать в администрации в любом заседании в любой конференции в любой экстренной этой ситуации тем более что он с человеком договорился приходить за 10 минут он мог присутствовать на месте я предполагаю что он специально ушел ну да тем более якобы масочный режим какой-то они всегда в эти конференции удаленно можете зайти на это на youtube канал сургут надзор в ю тубе наберите сургут надзор и посмотрите как от нас несколько дней назад сбежал прокурор со слов медсестры вашей она пришла к нему на прием записалась в назначенные часы пришла мы пришли с ней вдвоем он долго губанова алисе леонида на спонсируем подождите а чё и кто-то спонсирует насколько мне известно и и спонсируете вы выплачивая ей зарплату по закону а кто еще спонсирует почему спрашиваете спонсирует тогда я не слышал чтобы кто-то ее спонсировал кроме вас мы здесь вот я могу сказать за себя я здесь совершенно на безоплатной основе мне никто ни копейки за три с половиной года моей трудовой деятельности вообще вообще благо не заплатил и я всем запрещаем не платить за такой труд а благодарить можете там не знаю вареньем там какие-нибудь семечками еще чем-нибудь но но платить мне за то что я делаю общественно полезный труд я считаю это неприемлемо я не вы можете там не знаю может какие-то вас до слухи могут дойти что посмотрите он не не первый раз два года назад то же самое было на встрече с губернатором губернатор у нее очень мощная охрана меня пять человек окружили я понял что проще отдать микрофон чем все пойдем 16 00 благодарствуем за листки две штуки благодарствуем всего хорошего так народ не разбегаемся сейчас день выйдет марина подскажите вот тут в коридоре есть стоит кресло с это со столиком и можем там присесть на 10 минут у нас никто не выгонит у вас часы работы пузыря да к сожалению благодарствую за откровенность нам разрешили я спросил а нас никто не выгонит говорит у нас нет такой охраны к сожалению так протокол 19 день месяца марта тогда дата время место адрес короче 19 04 2022 года примерно в 13 50 на телефон на такой-то главного врача сктб гора из дыра был сделан была сделана запись на прием приемные часы с 14 до 16 гора сказал что на рабочем месте и готов провести прием попросил подойти однако в 16.00 на рабочем месте гора из дмитрий александрович отсутствовал все два часа 14 до 16.00 секретарь сказал что пригласит заместителя главного врача однако он тоже не пришел по факту прием приемные часы 14 до 16 никто не проводил правильно у нас же не было прием вот это кто приходил неизвестно кто и не представляться ничего не хотят не хотел обещали нам заместитель главного врача все расписываем не это это фиксируем факт отсутствие главврача на месте приемного приемные часы а дальше на основании этого бумаги будем подготовили документы отправим прокуратуру метод депздрав хмала москву и еще куда они подскажете у вас тут телепорт есть где-нибудь нету а как у вас так главврач раз и еще с рабочего места так его не было мы два часа его прождали его не было не заместитель главного врача главного врача не нету он входит и выходит через вас тихо я не слышу людей он здесь выходит и выходит через вы увидели и мы его не видим у вас же первый этаж окна свободно открывается благодарствует придется больше людей привлекать выставлять по периметру смотри да здесь он здесь в здании в общем увидите его передавать привет от всех неравнодушных жителей гордость руку благодарствует это надо было сделать это очень важный момент потому что он нас всячески пытался убеждать что он вообще мимо проходил пытался юморить но каким-то образом мы типа на него напали заманили усадили и и начали его растерзывать прям такое к чему не при делах то вообще не при делах я так понял все 20 лет оказывается короче по итогам кому чуясно мы сейчас выяснили у правда проходной что он не выходил да я просто офигела что мы еще в тот же самый кабинет пошли куда я собиралась после вот этого просто закрылся в кабинете на первом этаже а может фодвальный какой-нибудь катакомба у них есть проход отсюда а чё слил у них видеонаблюдение работает у них охранник сидит он увидел толпу людей он увидел бородатого как видишь как на бородатых реагирует два бородатых все звонок тут же и все кто-то 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 от кого губе это прокурора кого убегает думали в маленькой комнате за мог спокойно в маленькой комнате сидеть я ощущал его присутствие не знаю как я мне казалось что он там она же почему дернулась что типа не заходите не заметит дверь открыта была в кабинет очень странно да он тоже это слышал он мог бы запросто там быть ну как то что вроде как мы что-то заявили да и чего дальше да по-любому есть боятся очень боятся меня кстати руководитель когда уходит он двери за собой закрывает секретаря личного нету это чужой человек зашла у девушки спросила которая последняя заносила документы поинтересовалась наша радостная вас увидела толпу людей на самом деле вот она сказала что это в канцелярии женщина она там уже закрылась она где-то здесь находится да не важно народ он не вышел к народу он ну и он якобы уехал в администрацию но мимо проходной не проходил вот и все как он вышел через черный вход в окно она сказала другого выхода нету она сказала другого выхода нет он здесь проходят но вот с нас костылями кто-то один вышел до этого все больше никто не будет часы приема не главврача не секретаря личного нету не заместителя главного врача стителя до никто прием не проводил по сути два часа об этом мы составили протокол все сейчас будем этот депздрав требует привлечь к ответственности он 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 сказал вы меня обижаете тем что не верите что я не ни разу не видел просрочку за 20 лет вот я реально я не верю чтобы заведующий по контролю оказания в медицинской помощи ни разу не видел ни одной просрочки я прочую говорю просто даже лукавит то что он даже не слышал про эту ситуацию человек который непосредственно за контролем да он сделал вид что он вообще не отсюда никого не знает и не при делах и вообще мимо проходил мимо проходил да а по факту через секретаря выяснили что он это слышал все прекрасно знал куда идет вот знаешь самое чудесное что сейчас какой миг твоя улыбка вообще заряжает прям на ходу короче он не явился у него сегодня один в неделю приемный день с 2 до 4 ну вот еще один бигляд девушка позвонила ему за 10 минут в 1350 спросил вы на месте он говорит я на месте я подойду подходите она мы пришли его нет кабинет открыт меня не сначала в кабинет не пускали я специально открыл дверь и говорю дмитрий александрович выходите к народу а у него дверь в подсобку у него же там подсобка своя а может там тоннель есть я даже не знаю у него короче там дверь открыта тишина полнейшая никто не ответил ну я дверь закрыл ну думаю ладно короче пришел я говорю мы говорим давайте за заместителя главврача кого-нибудь пришла пришел начальник леонид станислав леонидович пришел отвечающий начальник отдела контроля оказания медицинской помощи я не знаю как его ловить с этим мы пришли к выводу что он телепортировался потому что мимо вахты он не проходил знаете причем он ведь журналистам тоже не дает никаких объяснений они его поймали где-то вот около ступени когда он сказал идет расследование я не могу вам сейчас ничего пояснить поэтому так что я даже вот ну как бы не несу ответственность за него стыдно мне за его поступки конечно что я могу сделать но все равно ради меня может сказать пришли и вот так вот ну не несу я за него ответственность могу ответить за себя и главное эта девушка все равно проболталась вопросом кто ее спонсирует про вас сказали она говорит а кто ее спонсирует нет это говорит вы ее спонсируете дать финансово ну а вне тоже тивы только вы то есть она тоже ничего не в курсе а потом это про спонсирует а это вы спонсируете меня приемный день не секретаря не главврача не они же заведующий по всему качеству травматологии как они не слышно это же мы это все выяснили что это нужно ну сейчас будет видео сейчас такое видео шикарно я вам благодарна конечно жалко что этого я думаю я даже думаю что он и слушал панерн в кабинете а я думаю вообще записаться на личный прием к добровольскому он же там бил себя ногой в грудь что не было никогда просрочки но у меня же факт это уже на моих руках я хочу вот теперь вот пусть он мне расскажет это все я его запишу на видео когда он мне будет говорить он мне сказал что он сидит но он там не сюда выезжал тоже это вот вот этот вот по контролю который к нам приходил до афанасьев по оказанию услуг но если услуги оказывается и люди имеют проблемы то есть он уже каким-то образом все равно в любом случае касается таки надо было а вот интересно возможно он сказал что он вообще вообще к этому не имеет никакого отношения может он вообще не с роматологией может он пациент но мы ему так и сказал что он проходил мимо бейджик без фото игру как встречать ваш бейджик не ваш такой полномочия приказу он если вы губанову не знаете как вы говорите кто меня может спонсировать он сказал что он проходил мимо и мы его затащили в кабинет нет про спонсирование это секретарша сказал а когда я включил свет он сказал что там чуть ли не нападает надо было сказать губанова работает на трех работах и зарабатывает деньги для того чтобы оплатить поддержку себе а то они бедные думают что вот они у меня своровали 261 тысячу какой поддержку наоборот я сказал что мы пришли чисто добровольно без всякой оплаты не как никто нам ни одной копейки не заплатил почему такие вопросы возникают а у нее это провокация спровоцировать на то чтобы подвести к инагентам америка все дела правильно меня же вон к этому подводили ты думаешь ты чё я каждое слово ловлю посадили то политика я тебе рассказывала же хорошо Навальный они же мне с хантов звонили в Игорь с Навальным в тесных связях да ты же полстраны окучивает они значит воруют просрочку это Навальный они меня пытали когда я создала профсоюз вступила да председателем стала профсоюза действия они мне приклеивали Навального они что только за этот период не приклеивали у Бэби они даже приклеили мимолетно мне проституцию какую-то да обалдеть да это было я им показал бумагу что ты вступила в профсоюз солидарность международными независимыми они очень ее внимательно изучали эту бумагу и что к выводу пришли к вот такому? ну они я тебе скажу что я столько слез в глазах мужчины очень давно не видел да не трусы Антон понимаешь они не могут нести ответственность за свои действия правильно сказала они не могут они не способны они способны только вот нас обычных чернорабочих ободрать гнобить уничтожать морально да а в нашем блоке доходило и до физической расправы приближенная старшая сестры за волосы коллегу таскала которая против меня сейчас дает ложные показания говорит это не правда весь блок заявляет что это было она говорит нет я говорю мало таскали надо было еще это было все это реальность ты бы видела как в актершу обрадовалась когда мы пришли кто? в актершу это где вы здесь зашли? обходят у него маска вот так и такие глаза счастливые такая наконец-то сейчас они его я говорю благодарствую она там вся больница так радуется они так боятся со мной все общаться а где-нибудь за углом они ведь сказали тебя уволят и замучаются после них говорю только говорю как уволят так и восстановят на место на свое законное я не к ним домой пришла не надо путать нас сегодня тоже пытались убедиться убедить что мы пришли лично к этому Афанасьеву домой это вообще существует здесь почему-то они они думают что это какая-то частная лавочка я пришла к ним во владение я не имею права зайти чай попить например когда они сидят я не должна разговаривать когда они сидят сияться и риды с чего родят я на своем рабочем месте я считаю так выполняю свои обязанности ну елки-палки нечем мне вам даже помочь как нечем благодарствую сказать нет я вам благодарна я думаю может быть мы его выудим я сейчас попробую к этому записаться к добровольскому на личную встречу пускай он сюда придет он приехал сюда один раз два раза я была с ним на конференции и один раз он приехал значит адвокат запретила мне с ним встречаться говорит потому что это клоунада приехал спустя 5 месяцев или сколько искать просрочку и сейчас у меня к нему назрели очень острые вопросы исходя из тех постановлений которые у меня есть я ему хочу их показать и задать вопросы вы же утверждали что нет этого не было что я оболгала вас более маленький ты это все рассказывала в видео хочешь услышать смотри три видео там все это есть давайте домой мне еще монтировать мне еще конвертировать мне вот рудок все это есть всем 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 добра у нас подняли эту тюксерую Продолжение следует... Продолжение следует...